Михаил, давайте о хорошем. Вот мы уже начали упоминать про то, что в движении первых какие-то перемены кадровые на подходе. Я так понимаю, вы ожидаете смены и министра образования? Просвещения, прошу прощения. Ну, я, скажем так, я аккуратно на эту тему рассуждаю. Все идет к тому, что, на мой взгляд, в новом составе правительства, которое будет назначаться после выборов президента в марте, а это по закону так, да, по конституции, то есть весь полностью состав министров, он слагает полномочия, и премьер представляет президенту на утверждение новый состав своего правительства. Вот. Сначала назначается премьер, а потом весь кабинет. Вот. Значит, и, соответственно, я думаю, что в новом составе действительно не будет довольно большого количества лиц, на мой взгляд, не должно быть по логике развития событий. В том числе и Кравцов, скорее всего, что тоже идет на покой. В пользу этого говорят и события последнего времени, и то, что вокруг него там, значит, сгущаются тучи. Начальника департамента сажают там, в общем, короче говоря, у него сейчас не до этого, я думаю, что там что-то продвигать себя. Вот. А главное, что у него нету никаких идей, никакой концепции. Он живет в парадигме каких-то бюрократических форматов, да, которые, там, вот, не знаю, заявлять о новых проектах, которые можно спустить на тормозах в виде отчетов, да. Там, не знаю, условно говоря, спортклуб в каждую школу, да. Ну, сделали спортклуб в каждую школу. Уставы, там, значит, где-то даже выделили ставки в регионах, там, и так далее, и так далее. Но это, опять-таки, все зависит от региональных властей. Вот. Но в уставы вписали. Ну, и все. То есть, везде в школах теперь есть спортклубы. Отчитались. В общем, отчитались. Да. Так я вот говорю, что все проекты, они вот такие. То есть, они на уровне, что мы можем за них отчитаться, но как они будут работать, никто, в общем, об этом сильно не думает. То есть, красивая идея, да, но она не дорабатывается до конца в том смысле, что, опять-таки, не создаются условия для того же спортклуба, откуда возьмется лишний спортзал, да. Ну, к примеру. Или, там, какая-то площадка, да. То есть, это нужно, видимо, либо переоборудовать существующий, либо, там, значит, дооборудовать новый, там, или еще что-то сделать. Но об этом мы не думаем. Мы понимаем, как мы сделаем спортклуб на уровне, значит, строчки в уставе. Это мы понимаем, а как сделать все остальное, выделить деньги, сколько денег, как обеспечить методически, где возьмем учителей, значит, на какие ставки мы их поставим, это второй вопрос. Это решим по ходу письма. Ну, отчитаться сможет, да, в этом отчетном году. Поэтому, вот, примерно все вот какое-то, вот оно такое, да, потому что спроса нет. Вот в чем проблема. То есть, основная проблема сегодняшняя в образовании, это то, что, по сути дела, весь спрос идет на уровне бюрократических отчетов. Да, то есть, мы можем отчитаться. Почему министр глупо выглядит, да, потому что он все время говорит, а у нас там вот есть по отчетам вот это, вот есть по отчетам вот это, есть по отчетам вот это. А все мы, в полях живущие, видим, что отчеты и реальная жизнь, ну, сильно отличаются. Вот. И поэтому из этих, вот из этого, я делаю вывод, что если при условии, сразу оговариваемся, да, кавычим, что если у нас возникают новые постановки задачи для экономики, для страны в целом, ну, вот то, о чем говорит президент. Суверенность, суверенитет, значит, развитие экономики, развитие территорий, мы должны сосредоточиться на внутреннем развитии, да, потому что мы тогда сможем конкурировать в новых мировых. Ну, пора, что называется. Да. Вот если мы ставим себе такие цели, да, то есть если мы меняем внутреннюю, переустраиваем то, что я давным-давно говорю, что мы вот вращаем внимание на свой дом, да, и если мы начинаем этот дом, как бы, наводить в нем порядок, то, естественным образом, возникает совершенно другие, другой спрос в системе образования. Спрос будет такой. Сколько у вас школьников поступило в ВУЗы и дальше пошло по профессии? Сколько выпускников ВУЗов стали трудоспособными специалистами? Осталось профессионалами в своей вот регионе, в своем регионе, на своих там предприятиях, не знаю, на своих каких-то там объектах социально-культурного. И тут внезапно оказывается, что важно не только то, какие у него оценки были, но и как у него со здоровьем. Конечно. Или, может быть, даже репродуктивным здоровьем в том числе. Если вопросы демографии стоят. И, кстати, вопросы демографии очень тесно связаны, потому что ведь люди не рожают, потому что они не видят никакой перспективы. Те же молодые люди говорят, а зачем, чего вдруг-то вот как бы... Я и отучился-то, извините, на свои деньги, да, а тут еще, значит, будут детей своих еще учить на свои деньги, а как? А у меня их где зарабатывают? А у меня здесь вокруг меня нет никаких предприятий, да, вот в моей там области. Вот пока у нас это все не выстроится в какую-то единую систему, пока государство нам не предложит повестку завтрашнего дня. Ваша надежда на то, что спецоперация толкает Россию, вынуждает Россию развиваться, как бы это кому не нравилось? Не столько спецоперация, сколько вообще изменения, которые происходят в мире, потому что спецоперация это тоже, как бы, это тоже внутренний элемент этих изменений. То есть мы вынуждены, да, в определенном смысле действовать так, да, и, соответственно, если мы действуем так здесь, да, мы уже сказали А, то, ну, видимо, я думаю, что будет сказано и Б, потому что ну а как? Иначе получается какая-то, ну, бессмыслица. И в том числе, кстати говоря, и Путину зачем тогда идти на выборы, если он не собирается говорить Б? Ну, то есть он бы сказал, ну, окей, ребята, мне уже 70+, поэтому ну как бы извините, но тянуть на себе эту лямку, вот даю дорогу молодым. Нет, он как бы, сказав А, он хочет сказать Б, и, соответственно, из этого я делаю вывод, что, скорее всего, в новом правительстве Кравцова не будет, потому что, ну, на вопрос, а что, где наши выпускники школ в вузах, где эти выпускники вузов на предприятиях, ему будет нечего ответить, ему там Кравцову, там Фалькову и так далее. То есть ни Фалькова, ни Кравцова я не вижу в новом составе правительства, потому что они просто не... А есть предположение, понимание, кто, если не они? А вот тут вопрос очень интересный, потому что, действительно, пока... Это могут быть совершенно неизвестные люди вообще. Ведь я вам напомню, что, например, в 36-м году пришел на должность министра образования, тогда, по-моему, даже он так же назывался, если я не ошибаюсь, человек, который вообще, грубо говоря, комиссар в кожаном пиджаке, то есть совершенно вроде бы как непрофессионально... Вот это противоречие, да, что непрофессиональный человек, именно в управленческую позицию, да, там именно вот в руководящую позицию пришел человек, который просто понимал, что нужно достаточно технологично построить механизм. А дальше там были набраны специалисты. И вот уже второй-третий уровень управленцев был именно профессионалы, которые понимали, как, если он говорил, куда и что, и требовал исполнения, там, по датам, по направлениям развития, по каким-нибудь ключевым вот этим контрольным точкам, которые были понятны, да, вот тот самый вариант, сколько у вас студентов осталось работать по профессии, да. Вот, значит, дальше идут, следующим уровнем уже, естественно, идут люди, которые должны предложить решение. То есть те самые врачи, которые знают, как оперировать, те самые учителя, которые знают, как учтить, те самые профессора или там учителя-преподаватели в СПО, которые знают, как из школьника сделать специалиста там по какой-то профессии. Вот, то есть и вот там уже, да, там уже работает немножко по-другому, но тут ключевая вещь даже не столько кто придет, какие цели будут поставлены, и какие будут реперные точки, какие будут целевые показатели, главное, и контролировать, как их будем. Вот вы сейчас заучиваете в одной из санкт-петербургских школ. Сам директор, да. А вы пошли бы работать в Министерство просвещения? При каких условиях? Под какие цели? В какую команду? Не знаю, у меня вот... Об этом надо думать. Я бы оставался на своем месте по одной простой причине, потому что, ну, во-первых, на местах тоже кто-то должен работать, не потому что я... То есть если бы, условно говоря, мне сказали... Ну и там кто-то должен работать, понимаете, что как федеристы жители. Да, 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 да. Если бы мне сказали, если бы мне условно там, условно, партия сказала, надо, я бы комсомол ответил бы, есть, конечно, но... И вынужден... Ну, то есть я бы как бы не мог бы там, уважаемым людям там сказать нет. Но, с другой стороны, да, вот мне кажется, что моя позиция сейчас, да, она позволяет давать обратную связь с полей, и это очень важно. То есть, еще раз, вот если вот в роли обратной связи, в роли какого-то, так сказать, там, не знаю, в достаточной степени доверенного, так сказать, лица, который дает эту обратную связь, работать с министерством в новом составе, конечно, бы я стал бы даже сейчас, да, ни в коем случае не отказывать. Но непосредственно идти там, бросать своих детей, бросать свою школу, бросать то, чем я здесь занимаюсь, мне просто, ну, как бы не очень комфортно, да. Вот, хотя, если скажут, что вот, ну, как бы, извини, дорогой друг, ну, как бы, вот сейчас на пять лет тебе придется, значит, спрячься, или там на сколько-то, не знаю, вот, ну, ну, значит, надо впрягаться. Причем это должен, в принципе, это может сделать любой на моем месте человек, у которого есть достаточный опыт работы в школе, и который примерно понимает вообще управленческие процессы, да. Ну, да, в принципе, если мы всерьез готовимся к такому варианту развития событий, мы готовим преемника, который будет выполнять задачи, и в том числе давать вам регулярно листочек, на котором будет... А вот такое-то болевое место было обнаружено от учителей, а вот родители считают вот это. То есть это, в принципе, все можно делегировать. Михаил, вот представим, вы работаете в Министерстве просвещения. Какие бы задачи вы хотели услышать от руководства? Как целевые указания я бы хотел увидеть для начала, даже не целевые указания, а я для начала хотел бы увидеть какой-то план развития страны. Ну, условно, да, то есть вот нам у нас есть регионы, вот у нас есть там планы по развитию этих регионов с точки зрения демографии, с точки зрения промышленности, значит, территории и всего остального. Нам нужны, дальше второй тезис, нам нужны туда какие-то специалисты, а под это, пожалуйста, Михаил Юрьевич, разработайте с коллегами конкретные планы по реализации с периодичностью, там, отчетности год 3-5, да, и там 10. А в итоге задача поставлена очень просто. Через 10 лет у вас должны туда прийти профессионалы. Вот в этой вот, там, в течение пяти лет вы должны это все наладить, у вас через 5 лет должны появиться первые смены, да, как бы, людей из тех, кто сейчас учится в течение пяти лет. То есть изначально важный момент для нормальной работы системы образования нужно долгосрочное планирование, не на 2-3 года? Обязательно. Обязательно, потому что иначе мы, ну, как бы, а как? У вас вот сейчас пришли дети в школу, в первый класс, они куда дальше? Они зачем потом? Куда? Они где останутся? Они где будут жить? Они кем будут работать? У вас есть хоть какое-то представление о том, об их будущем? Вот если у вас есть о их будущем представление, тогда мы можем о чем-то говорить. Если нет, тогда говорить нет. Если мы говорим о том, что многодетность должна стать нормой, мы не имеем права строить квартиры меньше, чем трехкомнатные. Конечно, конечно. Это раз. Второе, что я говорю, что если мы не будем, вот мы не будем видеть вот этот вот завтрашний день наших детей, вот с точки зрения управленцев высокого уровня, то тогда грош нам цена, потому что тогда мы будем получать в качестве результата отчеты, которые делает сегодня Кравцов. То есть Кравцов живет в парадигме, что, да, как бы, завтра трава не растет. Потому что у него все хорошо, у него повысилось количество поступающих в педагогические вузы, и это говорит о том, что повысилась профессия, повысилась престиж профессии учителя. Ну, да, с точки зрения отчетов так и есть. И он вот таким отчетом может, так сказать, замылить глаза кому угодно. Ну, а результат-то где? Ну, вот пришли они в этот вуз, получили они этот диплом. А в школе где они, когда они оказались? Никогда. И все. И что? А вот на это он как бы обижается, он не отвечает на это. Ну, все, можно сказать. Это потому, что с него никто не спрашивает, понимаете? Ну, что ж, хорошо бы, хорошо бы, чтобы начались какие-то перемены. То есть вы рассчитываете, что весной мы увидим новую команду, в том числе новые подходы к школьному образованию? Я не питаю себя надеждой, что это произойдет очень быстро, хотя предпосылки к этому есть. Но я вижу, что оправданной должна быть смена руководства. И я думаю, что это руководство должно получить новые задачи. Вот очень важный момент. Должны быть поставлены новые задачи, новые цели, и под них должны быть сверстаны новые подходы. Потому что по-другому это не управление, по-другому это не система. А это, я еще раз повторяю, это бесконтрольное какое-то месиво, которое вот существует там для того, чтобы показать публике, что у нас все хорошо, мы конституцию исполняем, и обязательства государства перед людьми выполняем. Все. То есть на уровне бумаги. Вот как только мы перейдем от постановки целей и контроля по отчетам на бумаге к реальным поставленным целям, к реально измеряемым каким-то показателям, тогда разговор пойдет совсем другой. Но тогда и, кстати, можно спокойно под это совершенно иначе финансировать эту историю. Тогда мы можем совершенно четко сказать, что да, мы поставили новые цели, или там мы понимаем, что нам, вот вы написали в своих планах, что вам нужно то-то, ну, что вы планируете сделать то-то и то-то, но в этих планах вы же напишите, и сколько это стоит, да, и как должен работать учитель, и сколько ему платить. И тогда мы можем под это, подписавшись под этим планом, да, сказать, да, окей, у нас будет зарплата, то, о чем Леша Салатеев говорит, там, пять мрот, да, и это там сегодня под 70 тысяч рублей. Ну, хорошо, значит, за одну ставку. Ну, прекрасно, но тогда мы вам эти деньги даем, ну, мы тогда с вас спрашиваем это качество. И мы тогда требуем, чтобы у вас появились там, значит, соответствующие контрольные мероприятия, когда вы будете точно нам оговорить, что да, эти деньги потрачены не впустую, что есть. Понятно, что этот процесс будет очень непростой. Понятно, что изменения очень сильные требуются, в том числе в педагогическом кадровом вот сейчас составе, да, потому что есть и случайные люди, и на деньги побегут случайные люди, и есть выгоревшие, и молодежь приходит совершенно голая, ее нужно будет там переучивать и так далее, и так далее. То есть это все, ну, как бы, это все процессы пойдут сложные. Они пойдут очень непростые. И вот эта ломка, да, внутренняя, она будет, я понимаю, что она будет очень непростой. И, кстати, она может совершенно спокойно, опять-таки, возвращаясь к 36-му году, закончиться для будущего министра и катастрофы, потому что я напомню, что того министра, который в 36-м менял школу, да, его схорчили те, кого он убрал из школы, да, вот, педологов. Вот, поэтому просто на донос там мы и расстреляли человека, да, вот, поэтому сейчас должность министра в новом правительстве – это расстрельная должность, если он не будет действительно таким вот серьезным, да, управленцем. Вот, и у него должен быть высокий уровень доверия со стороны президента, естественно, да, у него должен быть высокий уровень, как бы, влияния в правительстве, ему должно подчиняться Министерству экономики, на самом деле, да, то есть он должен просто сказать, ребята, мне нужны деньги, вот, все вынедоположен. И никаких разговоров потом… Это про финансы. Да, да, это про финансы, да, имеется в виду. Кстати, экономики тоже, ну, в каком смысле? Экономики в том смысле, что, ребят, я не могу вам через 5 лет выдать профессионалов, да, я вам выдам их через 7. Ну, наоборот, Министерство экономики дает целеуказание, Минпросвет, Миноборг. Да, Минпрос, да, должен просто сказать, что да, ну, как бы, вы хорошие цели… Ну, как раз Путин же недавно сказал, что там надо трясти Силуанова, Силуанов, может быть, что-то будет упираться, он по поводу молодых ученых это говорил. Ну, так, может, про учителей? Какие у вас ожидания по больной теме зарплат учительских? Ну, уже поставлена задача, кстати говоря, это тот самый главный, вообще не обсуждаемый вопрос, который был озвучен на Госсовете. Вот, обсуждали все, что угодно, но не его. Хотя он является ключевым, и даже Мишустин после этого собрал правительство, да, и сказал, что мы пересматриваем подходы к формированию заработных плат, да, на местах. В первую очередь там, где они сегодня там в разы отличаются от московских, там, ну, центральных. Вот, то есть, соответственно, сейчас ждем решение о том, как это видится. Я вижу одно решение, централизованное финансирование по единой тарифной сетке. Когда у нас единая тарифная сетка по всей стране, где есть гарантированный минимальный порог, за который нельзя заступать, те же самые, не знаю, 40-50 тысяч рублей. Любой учитель, поступая в педагогический, знает, сколько он примерно будет получать. Причем не только учитель, еще очень важно, да, то есть, это единая тарифная сетка, она охватывает, должна всех. Замов, директоров, лаборантов, которых сегодня нет, там, значит, всевозможных специалистов, которые там сопровождают школьный процесс, воспитателей, психологов, социальных педагогов, всех, да, то есть, вот весь перечень, их там не так много, там, три десятка, ну, четыре десятка должностей, да. Значит, вот эти четыре десятка должностей в каждой школе должны тарифицироваться, оплачиваться из федерального бюджета, так же, как сейчас оплачиваются, на самом деле, классные руководители. Вот, минимально, по тем тарифным, минимальным порогам, которые выдаются. Дальше, значит, соответственно, регион имеет право, там, северные доплатить, еще что-то, премиальные, там, какие-нибудь и прочие вещи. Вот, я вижу это так. Если правительство это предложит, такую схему, ну, это будет очень большой шаг вперед, потому что сейчас основная проблема именно в том, что в волонтаризме на местах, да, то есть губернатор имеет совесть почему-то, значит, там, поставить ставку, разрешить поставить ставку, не знаю, в 16 тысяч рублей за ставку учителя. Вот, а дальше, типа, на всякими, значит, хитростями, надбавками, перенадбавками, негарантированными, добавлять до какого-то там уровня. А если вдруг что-то пошло не так, то это все снимается. Да, и второе, что это заставляет людей брать повышенную нагрузку, да, и, соответственно, отрезает полностью путь школы новым людям, да, то есть, ну, как бы и ставок нет, на которые можно взять, и люди не идут, потому что низкие зарплаты. Ну, зачем, да? И такая анекдота, да, про прыщи, значит, и меня не любят. Вот и все. То есть, и никак из этого порочного круга не выскочить, понимаете? Ну, и вот пока не будет какого-то нормального, опять-таки, управленческого, федерального управленческого решения, которое будет гарантировано федеральным же бюджетом, потому что все равно в итоге-то платит федеральный бюджет, даже если вот там в условном Пскове или в каком-нибудь условном там Буйнакске, там, не знаю, условно, да, значит, не хватает местного бюджета, все равно межбюджетные трансферы покрывают необходимые суммы, все равно доплачивает Москва из своего бюджета региону за то, чтобы, ну, хоть какие-то деньги учителя получали. Вот, поэтому вот просто нужно обратно, вот я писал как-то у себя, что ни у кого же не возникает дурацкой идеи, что солдаты, там, срочники, или те самые, не срочники, извините, контрактники, да, или офицеры в разных регионах страны могут получать разную зарплату. Ну, нет же такой идеи, правда? Все же как-то вот, видимо, получают одинаковые зарплаты. Более того, на удаленных, значит, этих самых местах службы, там еще и доплачивают за это, а здесь у нас все наоборот, ровно, да, то есть на местах может любая зарплата быть, хотя это государственная, так сказать, система, да. Ну, вот, мне скажут еще про, там, а давайте вспомним еще медицину, да, давайте вспомним медицину при этом, конечно, конечно, потому что, безусловно, что с медициной точно так же надо будет разбираться. Медицина проще немножко. Медицина чуть-чуть проще, потому что она охватывает не 100% населения. Ну, то есть она охватывает 100% населения, но не каждый день. Вот в чем штука, да. Мы к врачу ходим там с периодичностью раз, ну, вот я ходил последний раз, черт его, когда, да, не знаю, когда ковидом болел. Пора, пора, профилактический осмотр нужен. Да, нет, ну, это правда, но, то есть, а дети-то ходят каждый день к учителю, понимаете? А если считать с семьями, которые во все это вовлечены? Да, поэтому, вот, да, конечно, да, медицина из той же серии, да, там тоже нужно наводить свой порядок, и тоже надо пересматривать конструкцию. Ну, там я не специалист, у меня только обывательская есть позиция какая-то, да, мне кажется, надо отказываться просто от страховой медицины и переходить тоже на бюджетное финансирование, но это, я могу ошибаться, да, потому что, ну, вот, я не специалист в этой области. Но мне кажется, что и там тоже национальная, как бы, система оплаты труда должна быть единая, да, если у нас социальное государство и у нас государственная система медицинского сопровождения. То же самое в социальной сфере, да, все социальные выплаты должны быть примерно одинаковые, то есть, опять-таки, к вопросу о региональном сепаратизме. Не должно быть его хотя бы даже вот в этом, да. Вот, и поэтому здесь есть много над чем работать, и мне кажется, что у нас 24-й год такой поворотный во многом, да, и, кстати говоря, опять возвращаясь к истории Советского Союза, да, 43-й год был поворотным после Сталинграда, когда Сталин занялся образованием. И мне кажется, что сейчас вот такая параллель, да, что Владимир Владимирович решил обратить внимание на образование, это говорит о том, что у него освободились руки, и главное, что у него появилась необходимость в этом. Потому что образование – это тот очень важный символ, да, для людей, которым заниматься надо тогда, когда ты понимаешь, что у тебя завтрашний день появляется. Вот Сталин повернулся к людям, вернул учителей из фронта, значит, появились оценки в школе, появились Академия образования, в 43-м году была образована и так далее. То есть люди понимали, что мы выиграли, что мы строим новую страну. И когда учителя уходили с фронта обратно в школы, вот если сейчас со своего начнут учителей обратно возвращать в школы, все, я скажу, это 43-й год, ребят. Вот просто это конкретно 43-й год, потому что у нас появился завтрашний день, и в нашей стране мы идем именно тем же самым путем. И я вас уверяю, что через 15 лет мы снова улетим в космос. На этой приятной ноте считаю беседа завершенной. Дорогие друзья, пишите комментарии, подписывайтесь на Михаила Богданова в Телеграме, на Ютубе. До новых встреч. Спасибо.